Привет! Сегодня детально поговорим про декораторы TypeScript 5.0 и посмотрим на пример их использования. В комментариях к предыдущему видео вы писали, что хотите более детальный разбор декораторов. Кстати, ссылка на видео про все фичи TypeScript будет в описании и где-то здесь в подсказке. Так вот, мы сегодня детально пройдемся по тем возможностям, которые у нас есть сейчас на текущий момент декораторах, посмотрим, как их использовать, как их записывать и типизировать, и в конце видео посмотрим уже на практические примеры использования, как мы можем их использовать сейчас. Кстати, это видео будет включено в полный курс по TypeScript, ссылка на который, как обычно, будет в описании. Итак, разберем сетап, который нам нужен для того, чтобы работать с декораторами. Во-первых, давайте сделаем инициализацию нашего пакета JSON через npm init и оставляю все по дефолту. Во-вторых, нам нужно инициализировать tsconfig.json через tscanit и теперь установим в качестве зависимости TypeScript beta. Если он уже вышел на момент посмотра вашего видео, то вы можете использовать стабильную версию. TypeScript beta у меня установят в деф-зависимости TypeScript 5.0.beta. Теперь нам нужно немножко сделать сборку. Для этого мы переходим вот сюда, в tsconfig.json, ищем out-директорию и задаем ее как dist, для того, чтобы все наши транспилированные файлы клались внутрь директории dist. Здесь делаем несколько скриптов. Первый – это скрипт build, который собирают непосредственно. Он будет использовать tsc, соответственно, локальную версию установленного TypeScript. И второе – это старт, который будет запускать. Старт будет просто вызывать node.dist.app.js. Кроме этого, мы должны создать непосредственно файл apt.js, в котором будем все экспериментировать. Давайте проверим, что все работает через console.log. test. Теперь делаем npm run build. У нас появляется dist с apt.js и npm start, для того, чтобы вывести в console.test. Все готово. Теперь перейдем непосредственно к разбору декораторов. Итак, давайте посмотрим сначала на декоратор метода. Я уже его немного разбирал в предыдущем видео, но здесь остановлюсь на нем тоже, для того, чтобы потом применить на практике. Во-первых, создадим класс, демо, который мы непосредственно будем декорировать. У него будет метод exec, который принимает число и делает просто console.log этого числа. Оно нам понадобится в дальнейшем. Теперь наша задача – добавить декоратор. Для этого мы над декорируем объектом, а мы можем декорировать методы, мы можем декорировать гетеры, сетеры, свойства, либо сам класс. Пишем собачка и название нашего декоратора. Назовем его метод dec, метод декоратора. Как мы видим, последствия у меня отрабатывает корректно, потому что у меня уже заранее выбрана рабочая область TypeScript Beta. Если у меня была старая версия, он бы посвятил, что все работает совершенно неправильно. Поэтому не забудьте выбрать правильную версию в VS Code. Дальше все декораторы – это просто функции, которые принимают всегда два аргумента. Это непосредственно таргет, который мы декорируем, таргет, и контекст. Контекст – это контекст нашего декоратора. Например, он может быть в контексте класса реализован, в контексте метода и так далее. При этом на самом деле мы более того декораторы теоретически можем делать даже универсальными, которые могут быть как находиться в контексте, одновременно могут быть использованы как на методе, так и, например, на классе. Типизация у него не самая простая, поэтому нам нужно будет закинуться немножко дженериками. Мы говорим this – это ссылочка на наш класс, аргументы – это некоторый массив any, все, чего угодно, и некоторый return type нашего метода. Соответственно, наш таргет, таргет – это метод, напомню, описывается следующим образом. this – типа this. Дальше второй аргумент, который он принимает – это arcs, который будет являться arcs, и возвращает нам return type. Мы просто описали функцию вот эту, точнее, любую вот такую, которую мы можем декорировать. И для этого у нас есть класс метод декоратор. Контекст – это, соответственно, контекст нашего декоратора. Здесь все просто. Мы принимаем this и описание нашего метода. Вот таким образом типизируется декоратор метода. По сути, сам декоратор метода возвращает return функцию, которая принимает this, this. spread от аргументов, который мы можем в дальнейшем, например, использовать. Возвращает он return. И непосредственно нам теперь нужно вернуть return, поэтому мы можем вручную вызвать результат нашей функции. Для этого мы берем target call, this и аргументы, и вернуть наш return res. Еще раз пройдемся, потому что здесь написано. Итак, это функция, принимающая аргументы в target. Это описание нашего метода. Непосредственно его мы затем вызываем и затем возвращаем. То есть, по сути, сейчас мы никак не переопределили то, что у нас происходит. У нас просто вызывается тот же метод, и он же возвращается. Но в дальнейшем мы это можем использовать. Здесь я сделал специальный консул логи для того, чтобы показать вам, когда у них что инициализируется. Значит, это у нас будет init метод декоратор. И здесь вот эта функция у нас будет выполняться каждый раз, когда она выполняется. Инициализация у нас выполняется один раз, когда у нас инициализируются декораторы. А вот эта функция у нас будет выполняться каждый раз при вызове метода. Ну и, соответственно, давайте проверим, что у нас этот декоратор будет работать. Возьмем const demo равняем ценную demo. После этого вызовем demo.exe с единичкой, скажем. Итак, npm run build, npm start. Все отлично, у нас отрабатывает. Давайте же посмотрим, что под капотом, на самом деле, во что превращает TypeScript на текущий момент. Потому что, напомню, у нас JS еще пока их не поддерживает, они только в Stage 3. Поэтому у нас генерится вот такая огромная штука. А полифил фактически для декораторов, ES, foreign initialization. Очень страшный код, который позволяет нам в обычных терминах JS, которые у нас были до этого, описать то, что у нас происходит. При этом отрабатывать он будет ровно по поведению, которое будет в новых декораторах. Скорее всего, когда новые декораторы будут более-менее стабильные, мы сможем, если в качестве таргета указываем свеженький ES, где будут уже декораторы, он все-таки будет компилироваться в полноценные декораторы. Ну и сейчас они работают даже со старым JS. Ну а теперь посмотрим, как мы это можем все-таки на практике использовать. Потому что мне классно, что у нас такая страшная типизация, и у нас пока ничего не произошло. Наша задача все-таки делать какую-то пользу. И эту пользу мы с вами будем оставлять с помощью, например, декоратора Max, который нам позволяет ограничить максимальное значение, переданное в этой функции. Я прямо скопирую нашу текнатуру декоратора. Назову это Max. Но мы хотим передать туда какое-то значение, выше которого A не должно присваиваться, например. Точнее, не должен выполняться наш метод с некоторым A. Для того, чтобы реализовать это интересующим образом, кстати, давайте декораторы будем называть с большой буквы. Наверное, это говорит о том, я привык их называть так в ангуляриевности, поэтому скажем, что он будет с большой буквы. Так вот, Max это будет на самом деле ничто иное, как функция, которая принимает некоторое число, больше которого нам нельзя. И возвращает, давайте вот здесь сделаем return, нашу вот эту функцию, которую мы до этого сделали. return function вот такого типа. Я сейчас просто взял и обернул нашу предыдущую функцию, бой функции высшего порядка фактически сделал, куда мы передаем значение и возвращаем функцию. И теперь мы можем вот здесь использовать этот нам. Как мы можем его использовать? Достаточно просто. Давайте, когда мы будем выполнять этот метод, мы сделаем проверку, что если у нас, наше переданное число нам будет, скажем, меньше, больше, чем максимальное значение, точнее наш args0, наш аргумент будет больше, чем максимальное значение, которое мы передали, то мы будем говорить, что кидаем новую ошибку значение больше, даже так напишем, значение больше доллара нам. Если нет, то мы выполняем. Фактически мы сделали валидацию с помощью простого декоратора. И теперь мы можем использовать max, ну скажем, 10. Давайте попробуем вызвать сначала с единичкой, а потом с 11 и посмотреть, что будет. npm run build у нас собирается. И npm start мы получаем ошибку. Итак, посмотрим, что у нас произошло. Здесь мы вывели единицу, и единица у нас прошла валидацию. В случае, если значение больше нам, то вот мы получили ошибку. Значение больше 10. Мы можем ее как-то поймать и в дальнейшем обработать. То есть мы утилизировали нашу функцию max в более полезную, точнее декоратор, который мы это сделали, в более полезный декоратор, который, во-первых, принимает аргумент, а во-вторых, возвращает нам декоратор, модифицирующий поведение. И тем самым мы ограничиваем максимальное число. При этом мы, соответственно, можем здесь прописать совершенно любую логику, которую нам необходимо, плюс обернуть ее функцию не только с одним, но и несколькими аргументами, если нужно. Если вы, например, работали с библиотекой такой, как класс валидатор, то вы очень увидите сходство того, что мы сейчас сделали, с тем, как, например, класс валидатор позволяет нам легко валидировать наши данные. Посмотрев, например, уже какой-то более полезный нашего классового декоратора, перейдем к декоратору класса непосредственно. Класс декоратор достаточно простой. Он не настолько сложный, насколько метод декоратор. И его использование мы тоже сейчас поговорим. К сожалению, писать его использование будет достаточно длительным и проблематичным, но, по крайней мере, мы с вами сможем посмотреть на практике, собственно говоря, как он работает. Итак, что у нас класс декоратор? Ему не нужен returnType. Он у нас принимает target, собственно говоря, себя. Это некоторый new от args. args. И возвращает наш this. И в качестве контекста он использует класс декоратор контекст. Класс декоратор контекст. И здесь ему нужен только описание самого класса. Вот оно. Здесь класс init. И здесь функция непосредственно. Нам ничего не нужно, мы просто скажем класс init. Давайте посмотрим на практике. npm runBuild. Я закомментирую, что у нас не было ошибок exec. И npm start мы увидим, соответственно, вот класс метод у нас инициализировался. Кстати, насчет порядка. Давайте я вот здесь же добавлю инициализацию нашего макса, для того, чтобы мы посмотрели, как он будет отрабатывать. И вы сейчас увидите, что сначала у нас инициализируются методы, а затем класс. Но это просто инициализация без исполнения. Зачем нам может понадобиться вот такой класс декоратор? Одно из частых использований, которые вы можете увидеть в библиотеках и в тех, которые используют еще декораторы экспериментальные, это dependency injection. Что мы можем теоретически сделать? Мы можем здесь получить конкретный класс. Мы знаем, кто это за таргет. И этот таргет активно использовать. Скажем, например, мы можем в случае dependency injection создать инстанс этого таргета, после этого передать его в какой-нибудь наш сборщик зависимостей и затем именно конкретный инстанс пропихнуть синглтоном в другие наши конструкторы. По сути, реализовать DI, что сделано, например, в NIST в ингуляре на старых декораторах. И здесь это все также можно будет реализовать. Теперь к филдекоратору. На самом деле, пока филдекоратор достаточно бесполезный. Сейчас я покажу, почему. Давайте создадим некоторое имя. Которое будет строкой. И по умолчанию реализируем ему тест. И добавляем ему филд декоратор. Филд декоратор напоминает, понятное дело, все остальные декораторы, потому что у него есть также таргет, и у него есть также контекст. Назовем его филд декоратор. Филд декоратор у нас принимает следующее значение. Таргет у него будет undefined, и контекст у него будет класс филд декоратор. Класс филд декоратор контекст. Кстати, не путайте со старыми декораторами все, что без приставки контекст. Вы можете попасть не совсем на ту типизацию. Он принимает this. Филд нам нужен, потому что мы знаем, какой класс. И тип в данном случае это строка. Он, в отличие от остальных, может возвращать модифицированную функцию инициализации. Поэтому здесь у нас есть value непосредственно, которая у нас инициализируется. И мы можем ее же вернуть. Вот так работает филд декоратор. Как мы видим, типизация верна. Что здесь мы можем? По сути, пока мы можем не так уж и много. У нас есть некоторая функция, которая вызывается только один раз. При этом она вызывается при инициализации нашего класса. Давайте, кстати, это проверим. Мы то также сделаем, давайте, field метод. Так, это у нас field init. Здесь, кстати, класс init. И теперь field init. А здесь field init function. Field init function. Итак, я делаю build. Делаю start. Мы видим, что у нас есть init метод. Затем init field, потом класс init. И потом field init function. То есть мы сначала инициализируем все декораторы. А потом уже у нас инициализируется непосредственно, присваивается значение. Когда у нас все собрано. Так вот. Здесь в чем штука? Мы можем это сделать только один раз при инициализации. Если мы захотим, например, сделать такую же валидацию. Но вот это поле, например, сказать, что мы сюда не можем присвоить значение больше 10, либо состоящее из больше, чем 4 букв. В данном случае это строка. Это теоретически можно было бы сделать, если бы у нас были бы функции геттеров и сеттеров к этому полю. Они на самом деле есть. Но пока не реализованы в силу issues. Если мы провалимся вот здесь, в класс field decorator, то мы видим, что здесь в данном случае red only access, геттеры и сеттеры. То есть в access у нас был, на самом деле, есть функции, которые получают поле и которые устанавливают поле. И мы теоретически с ним можем много чего сделать. Но на текущий момент это недоступно. Даже если вы это раскомментируете, у вас в runtime это работать не будет. Поэтому пока до того, как будет резовываться вот это issues, которое указано здесь в ссылке 494, ну, пользу не особо много. Но я надеюсь, когда у нас будет уже стабильный выход пятой версии, здесь мы сможем делать и геттеры и сеттеры. Ну, единственное, где мы можем сделать хоть какое-то присвоение, это присвоение в рамках сеттера. Сеттер-декоратор очень похож на метод декоратора. Я вот тоже давайте напишу достаточно быстро. Сет. Ну, скажем, у нас будет некоторое сорное им. Он принимает некоторое значение в виде строки. И здесь есть какое-то приватное поле. Семей. Я напишу с искусственным знаком, потому что у нас стоит strict property initialization свойство. И мы говорим, что this surname равнее с эвэйли. Ну, стандартное поведение каких-то сеттеров. Сет-декоратор. Сет-декоратор. У нас в данном случае очень похож на то, что мы делаем с функцией max. Поэтому я, по сути, возьму метод декоратор. Давайте я его даже переименую. У нас будет метод декоратор, будет сет-декоратор. Сет-декоратор. Отличается он, на самом деле, одним образом. Здесь у нас вместо класс, аксессор, класс, сеттер. Декоратор контекст применяется. И все. Наша типизация завершена. Потому что это, по сути, такая же функция, которая устанавливает value. И более того, мы можем также... В данном случае аргумент, конечно, будет... Их будет, на самом деле, немного. Аркс у нас просто extended any. Поэтому здесь будет, на самом деле, просто какой-то аргумент. Арк any. Ну, можно улучшить типизацию. Нам-то, наверное, аркс не нужны. Здесь у нас просто будет некоторый арк, который будет арк типа any. Ну, и, соответственно, вот здесь у нас тоже будет арк типа any. Вот таким образом, потому что, на самом деле, здесь всего один аргумент у нас в гейтерах и сеттерах. Поэтому, наверное, вот так будет правильно. Ну, соответственно, предыдущий типизация тоже работает. И здесь мы можем, так же, как и у методов, делать какую-то полезную вещь. Давайте здесь, например, мы будем валидировать, ну, скажем, что у нас переданная строка является вообще строкой. Ну, к примеру, например, мы могли бы конструировать это из какого-то пришедшего JSON-а, и нам бы хорошо было в рантайме валидировать, не только на типах. Поэтому давайте переименуем декоратор из стринга. Оп. Здесь тоже из стринг. И здесь мы можем сделать следующую проверку. Если typeof.arc не равен стринге, то тогда мы можем кидать ошибку в throw new error, не строка. Все. Тем самым у нас готов и стринг. Давайте его проверим. Соответственно, demo.surnay равняется. Сначала поставим строки, проверим, что все нормально. npm run build, npm start. Все классно. Кстати, так же, как у нас set method вместе с init методами, это одновременно инициализируется вместе с методами и зависит только от порядка. При этом, кстати, декораторы могут друг на другом стекаться. Например, мы можем поставить один декоратор друг на другом, и у нас, по сути, вот этот декоратор сначала оборачивает эту функцию, а затем этот декоратор оборачивает результат выполнения вот этого декоратора. И это большое преимущество декораторов, мы их можем стекать друг с другом. Так вот, их стринг, если мы теперь вызовем, давайте присвоим ему единичку, чтобы типизация не ломалась, мы скажем, что это asunk known as string. Никогда так не делайте в рантайме, пожалуйста. И, соответственно, сделаем build, сделаем start, и мы увидим ошибку не строка. Фактически, если мы, например, собирали эти данные из каких-то, из JSON, который к нам пришел, то мы могли бы в рантайме валидировать, что мы сюда делаем сетеры только для строки. Было бы очень круто сделать это для филда, потому что это как раз то, как работает, например, data transfer object и их валидация в NASDAQ. Но на текущий момент, к сожалению, это невозможно. Ну и в конце хотел бы остановиться на контекстах, потому что мы его нигде здесь не использовали. Что, по сути, из себя представляет контекст? Давайте я выведу сейчас этот контекст, и мы детально посмотрим хотя бы в одном месте. npm run build, npm start. Так вот, контекст всегда имеет kind. Kind – это то, соответственно, где используется декоратор. Именно поэтому мы можем делать универсальные декораторы, которые работают сразу же как на методах, скажем так, и на классах, потому что мы по kind'у можем их диверсифицировать. Второе – это, соответственно, name, название. В данном случае это название класса, свойств, либо метода. Статический, приватный – да, нет в случае, если у нас это какие-то свойства или методы. Ну и дальше возможность сделать функцию initializer. По сути, add-in-slider – не что иное, как возможность привязаться к инициализации и добавить какую-то логику. Например, ну давайте сделаем консулок initializer. Делаем build, делаем start. И вот здесь мы видим initializer, который у нас выполняется вот здесь. То есть это фактически hook, когда у нас все инициализировалось, начинает, соответственно, точнее сами декораторы инициализировались, начинает у нас инициализироваться класс. И на эту инициализацию класс мы можем подвязать какую-то логику. Вот эти все вещи у нас присутствуют везде. Плюс в некотором свойстве у нас присутствуют get-er и set-er, о которых я говорил, которые пока что недоступны, но при стабильной версии будут доступны. Поэтому напишите в комментариях, насколько вам вообще понятны декораторы, полезны, вы не считаете их overhead, и насколько они для вас будут полезны в будущем, будете ли вы их в принципе использовать. Надеюсь, вы сформировали свое мнение о декораторах. А если хотите посмотреть, как декораторы в старом виде работают на практике и фреймворке Nest, то видео будет где-то здесь. Субтитры создавал DimaTorzok